Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Я люблю Телеграм. Говорю искренне, дуров мне за это не приплачивает. Не далее как вчера мне нужно было сделать страницу с постоянным URL, чтобы на нее можно было давать ссылки. И я решил посмотреть, что такое Телеграф. Что я имею в виду? Вот страница моего проекта на планете. О том, как запускать проекты на планете я делал скринкаст. Ссылка в описании. Вот тут в качестве лотов есть картины одного широко известного в узких кругах художника. И хорошо бы иметь небольшую посадочную страницу со списком работ, ну и как-то там симпатично оформленную. Вот примерно такую. Где ее сделать, подумал я и заглянул в Телеграф. Собственно это уже результат моего заглянул в Телеграф. Страница достаточно симпатично оформленная и с постоянным URL. То есть можно давать на нее ссылки где угодно, что в общем-то и требовалось. Как добиться такой красоты? В первый момент общение с Телеграф может показаться непривычным. Особенно для тех, кто еще не смирился с мыслью, что будущее за ботами. В Телеграм, в данном случае я использую десктопное приложение, вам нужно найти бота Телеграф. Вот он. Я тут уже что-то делал. У вас будет тут приветствие. Вот такое. И кнопка старт. Единственный недостаток то, что все по-английски. Но тут уж ничего не поделаешь. Если хотите жить комфортно в современном мире, нужно учить язык. Вам нужно залогиниться в Телеграф как Владимир. Точнее как вы. Аккаунт в Телеграф привязан к аккаунту в Телеграм. И это действие стартует процесс создания статьи. Статьи создавать умилительно просто. Title, он же URL в латинице. Автор, ваше имя из аккаунта. Я потом покажу как изменить при желании. И далее сама статья. Тут блочная система оформления, но блоки нельзя двигать как в Гутенберге. Какой-то текст. Интер. И дальше можно вставить еще какой-то текст. Либо вставить фото. Либо ссылку на YouTube, Vimeo или Twitter. А значит в статье может быть текст, фото и видео. То есть все, что нужно для оформления статей. Вставим ссылку на YouTube. Интер. Появилось видео. Здесь caption, подпись. Опционально. Ну подпишем пожалуй. Опять интер. И опять или текст, или фото, или видео. И теперь вставим уже фото. Выбрали. Вставили. Опять же caption, если нужно. И дальше по аналогии. Сюда же можно вставлять ссылки. Ссылку Телеграф подхватит, то есть она будет активной. Либо можно любое слово сделать якорем ссылки. Сейчас покажу как. По текстовым блокам есть небольшая панель форматирования. Выделяете текст, весь или несколько слов, которые хотите отформатировать. И появляется панель. Жирный. И талик. Собственно ссылка. То, что я говорил. Нажимаете. Вставляете URL. Дальше заголовок. Их два. Крупные и поменьше. И цитата. Тоже два вида. И все. Ничего лишнего. Только то, что нужно. Минимум возможностей не позволит крутым дизайнерам верстать статьи вида вырви глаз. Дизайн всегда будет предельно аккуратным. И когда вы все закончили нажимаете паблиш. То есть опубликовать. Опубликованные статьи впоследствии всегда можно отредактировать. Едет. Поменяли что хотели. И опять паблиш. Работа с аккаунтом впоследствии ведется опять же через Телеграм. Хотя что тут работать непонятно. Ну разве что вам понадобится найти что-нибудь из опубликованного. My posts. Мои посты. Список ваших постов. Тут даже статистика есть. Сколько просмотров. Ну и в моем аккаунте можно еще посмотреть настройки. Например, можно поменять имя автора. Если у вас в Телеграм написано какая-нибудь билиберда, а не имя. У меня все нормально. Но все равно поменяю. Сейчас я Владимир Ломов. А буду Ломов Владимир. Вот. Боюсь показаться некомпетентным. Но реально, когда нужно было сделать страницу, в первый момент не знал как решить. Тильда вроде не про то. ЖЖ некрасиво. Короче или у меня просто был ступор или реально альтернативы Телеграф нет. Если есть, пишите в комментариях. А еще подписывайтесь на наш канал и любите друг друга.